Сегодня рассмотрим мегалобластное анемие. Туда входят два основных заболевания. Это анемия, связанная с дефицитом В12, она еще называется В12 дефицитная, и пернициозная анемия. Все будем рассматривать в одной лекции. Лекция получилась большая, но очень важная, потому что мегалобластная анемия занимает второе место в международных экзаменах после гемолитических анемий. Эта тема, которую мы рассмотрим сегодня, это и непосредственно сами витамины, как выглядит дефицит этих витаминов, как он будет отражаться на крови пациента, причины дефицита и, соответственно, всю клиническую картину нашей анемии. Для начала нужно вспомнить сам эритроцит, как он созревает, что с ним происходит. Есть, естественно, какая-то стволовая клетка, из которой образуются все предшественники, то есть там как бы и тромбоциты, и лейкоциты, и лимфоциты. Точнее, нейтрофилы, и лейкоциты, и фотоэлимфоциты, и наши любимые эритроциты, анемии, которые мы сейчас разбираем. Есть некая колония образующая, бурст образующая и так далее и тому подобное, но сейчас будет интересовать вот эти вот, вот так выглядят, как бы, пронормобласты, эритробласты. Все это находится в костном мозге. Вот эти вот все предшественники эритроцита, они находятся в норме в костном мозге. Это такие крупные клетки, которые находятся в процессе деления, поэтому у них, ну, мы понимаем, что у эритроциты ядра нет, он поэтому не делится, да, он уже все свои, как бы, закончил, существовал, ну, то есть он уже на конечном этапе. А функция бластов – это делиться и размножаться. Соответственно, бласт, он после того, как поделился там какое-то определенное количество раз, он уже начинает свою вот эту функцию деления сворачивать потихонечку. У него происходит конденсация хроматина в ядре, ядро уменьшается и потом вообще выплевывается. И мы видим, да, что когда бласт еще активный, в нем там всякие белки, да, вот этот синтез происходит, то есть там ДНК делится и все такое, у него ярко-синяя цитоплазма. Затем она светлеет, так называемый полихроматофильный эритробласт, тоже находится в костном мозге. И затем нормобласт с ядром, который уже не функционирует, оно затем просто элиминируется и превращается в так называемый полихроматофильный эритроцит, который может содержать некие включения или еще мы их называем ретикулоциты. Вот ретикулоциты в периферической крови, вот эта вот кровь, да, периферическая, значит, в периферической крови уже могут встречаться наряду с обычными эритроцитами. Окей. Мы знаем, что эритроцит курсирует по порядку до 20 дней. У эмприона у нас практически эритропоэс происходит в печени и в селезенке, а у взрослого человека в костном мозге, в плоских костях. Но нам важно понимать, что есть очень важные факторы, которые действуют на этот эритроцит по мере его роста. То есть, вот отмечена способность к делению, да, вот эти все клетки, они еще способны к делению. Схематически изображены, там нужно примерно запомнить, да, что это просто бласт, 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 а потом раз, нормобласт, ретикулоцит и эритроцит. И вот здесь, с этого момента, предшественнику эритроцита, он уже не делится, но он начинает накапливать гемоглобин. То есть, здесь ему критично железо. Это как раз вот эти критичные этапы для формирования всяких там железодефицитных анемий и так далее, да, гемоглобинопатии и так далее. Вот этот этап связан с гемоглобинопатиями. Она сейчас, этот этап связан с эритропоэтином. Она сейчас конкретно интересует предшествующие вот эти вот этапы, для которых очень важно наличие таких витаминов, как В12, В9 и В6. Прямо вот в порядке убывания они указаны. Самый важный В12, потом В9 и потом В6. То есть, они в первую очередь будут отражаться. Окей. Значит, смотрим. Если мы такого больного, если у человека будет дефицит В12, что же произойдет? Если мы возьмем его костный мозг, то мы увидим, что клетки костного мозга, а именно в речественных геретроцитах, созревают очень странно. У них, так как нарушено деление, а В12 нужно именно для деления, для того, чтобы синтез ДНК был, у этих клеток нарушено деление. И происходит такой дисбаланс. То есть, асинхронное созревание ядра и цитоплазмы. Ядро подтормаживает, а цитоплазма уже начинает как бы там какой-то хроматин, не хроматин, а гемоглобин накапливать. Кроме того, как бы вот уже в зрелых формах эритроцитов мы можем встретить, в периферической крови мы сейчас это посмотрим, мы можем встретить остатки этих ядер. То есть, как бы весь процесс вот этого деления и элиминации ядра, он заторможен. Более того, происходит лизис вот этих вот форм зрелых. Лизис происходит непосредственно в костном мозге. И что получается? Когда мы берем костный мозг, мы видим, что незрелых форм много, а зрелых форм мало. И так как это активные клетки, они синие. Много синих клеток, и такой костный мозг называется синим. То есть, синий костный мозг, это такой термин, который обозначает как раз вот эту вот мегалобластную анемию. Но это что касается костного мозга. Теперь давайте посмотрим все-таки, что же на периферии творится. Что происходит в крови пациента. Вот если взять каплю его крови, мы увидим следующее. Ну, первое, наверное, все-таки, с чем вы столкнетесь, это с тем, что этот пациент, вы возьмете у него просто общий анализ крови. И первое, что вас должно смутить, это, что у него средний объем эритроцита более 100. Это так называемая макроцитарная анемия. У этого пациента действительно будет анемия, потому что я уже сказала, что у зрелых форм эритроцитов их будет мало, будет происходить лизис в костном мозге. И анемия может быть очень ярко выраженной, вплоть до 1-1,5 на 10-12 литров. Напомню, что норма от 4 до 5,5 на 10-12 литров. Итак, анемия. Анемия, но при этом клетки крупные, то есть объем эритроцита большой. И вот тут начинается ваш поиск. Чем еще характеризуется макроцитарная анемия? Тем, что она будет гиперхромная. Если мы посмотрим показатель содержания гемоглобина, то он будет больше. Давайте сейчас разберемся как раз с этими показателями, которые вас могут напрягивать. Итак, значит, это среднее содержание гемоглобина в эритроците. Оно будет повышено. Почему? Потому что во время синтеза, во время деления, так как у нас происходит подтормаживание, а клетки крупные, гемоглобин начинает накапливаться, и он там как бы накапливается вот в этой вот крупной клетке. И получается, вот если мы количество гемоглобина отметим точками, ну так, для наглядности просто, то окажется, что действительно содержание гемоглобина в таком эритроците больше. Но концентрация в эритроците этого гемоглобина может оказаться либо в норме, либо чуть-чуть повышенной. Почему так? Потому что здесь идет как бы подсчет, здесь идет учет объема этого эритроцита. Так как мы уже сказали, что анемия макроцитарная, то вот это количество гемоглобина, с учетом увеличенного объема, оно как бы будет, концентрация будет та же, то есть как бы одинаковая концентрация в этих двух эритроцитах, в нормальном, и в увеличенном, и с большим количеством гемоглобина. Поэтому такие странные показатели. Вроде бы как концентрация в норме, при этом содержание гемоглобина увеличено, а анемия макроцитарная. Значит, вот здесь для вас заканчивается общий анализ крови, то есть больше вы ничего не увидите. Дальше уже все зависит от вас. Дальше вы можете позвонить в лабораторию и попросить сделать мазок. Крови этого пациента. Если врач посмотрит через микроскоп, но это уже будет прицельное отдельное исследование, сам это врач никогда не сделает, это вы должны заказать, вы должны догадаться, тогда уже вам придет ответ о том, что да, действительно, есть наличие незрелых форм эритроцитов. Или незрелых форм, или признаки вот этой вот несбалансированного созревания, ядра и цитоплазма. Что мы можем увидеть? Базофильную пунктацию, так называемые кольца кебота, они могут быть такие, иногда они как восьмерка такие сложены, но тем не менее. Тельца жоли, которые тоже считаются остатками ядра. Ну и плюс мы увидим, что эритроциты действительно крупные, то есть это вот нормальный эритроцит, а мы увидим такие вот овалоциты, какие-то крупные, непонятные. Вот здесь тоже, кстати, бизофильная пунктация. И ярким признаком мегалобластной анемии будет являться гиперсегментация ядер нейтрофилов. Почему? Потому что дефицит B12 будет сказываться на делении всех клеток, содержащих ДНК. Поэтому дисбаланс созревания ядра и цитоплазмы будет наблюдаться и в нейтрофилах. Мы увидим очень зачастую крупные нейтрофилы и с кучей-кучей гиперсегментаций ядер. Кстати, насчет этого тоже лучше указать в отдельной просьбе в лаборатории, лучше написать, что нейтрофилы, гиперсегментация ядер под вопросом. Это будет такой довольно значимый плюс в постановку диагноза мегалобластной анемии. Если вы закажете мазок на ретикулоциты, то ретикулоцитов окажется мало. То есть костный мозг даже и рад бы стараться, но возместить потери не может, потому что у него действительно нарушено деление. Но на этом ваш диагностический поиск не заканчивается. Хорошо, вы обратили внимание, что у пациента макроцитарная анемия. Почему вы продолжаете копать? Дело в том, что схожую картину имеют и другие заболевания. Например, миелодиспластический синдром, или гипотиреоз, или, например, аплазия костного мозга. Именно поэтому вы должны заказать мазок. То есть как только увидели макроциты, и вас что-то смутили, серьезная анемия, при этом макроциты, смело заказывайте мазок, чтобы увидеть там какой-то для вас ответ. То есть отсечь, например, миелодиспластический синдром. Кроме того, вы можете ориентироваться на общий анализ, точнее на биохимический анализ крови. Естественно, оно будет повышено LDG. Напоминаю, LDG, лактата гидрогеназа, это фермент, который содержится в большом количестве в разных тканях. Но в большом количестве ее форма 2 сдержится в эритроцитах. И когда происходит их массовый лезис, то, естественно, LDG значительно повышается. Кроме того, будет повышение непрямого билирубина. Почему повышается неконъюгированный билирубин? Нужно опять же вспомнить, что билирубин образуется из гемоглобина. Когда лопается эритроцит, этот гемоглобин должен поступить в селезенку. Селезенка, соответственно, его разбирает, этот эритроцит. Когда она вырезает оттуда железо, и, соответственно, дальше этот гемоглобин, точнее не гемоглобин, а уже билирубин, отправляется в печень, где проходит процесс конъюгации, то есть превращается в прямой конъюгированный билирубин. И в такой уже форме он растворим и может выводиться через почки. Но это все прекрасно тогда, когда утилизацией эритроцитов занята селезенка. А у нас происходит разрушение в костном мозге. Поэтому прямо оттуда вот этот билирубин непрямой будет выходить в кровоток, и, соответственно, будет повышение непрямого, неконъюгированного билирубина. Что еще вы можете померить? Конечно, если вы заподозрали B12-дефицитную анемию, то вы можете померить кабаламин. Кабаламин это как раз и есть этот B12. В норме он составляет более 300 пикограмм на миллилитр. Но тут есть, тут у тебя собака зарыта. То есть, если, например, у вас показатель находится в интервале от 200 до 300, то для вас вопрос. Дело в том, что дефицит B12, он не коррелирует, выраженность дефицита B12 не коррелирует с выраженностью анемии. Поэтому сказать, что да, вот есть дефицит, и, скорее всего, анемия и дефицит связаны с B12, вы не можете при таких показателях. Поэтому приходится рыть дальше. Есть еще один показатель, это метилмалоновая кислота. Этот метаболит накапливается тогда, когда есть дефицит B12. То есть, B12 спускается, метилмалоновая кислота увеличивается. В норме от 70 до 207 наномоль на литр. Но есть проблема. Значит, это я видела в зарубежных статьях и в зарубежных учебниках. В наших лабораториях я этого исследования не вижу в нормальной повседневной практике. То есть, есть специализированные исследования на метилмалоновую кислоту и на другие кислоты в крови и в моче, на целую панель для определения врожденных ацидозов. Но это дорогущий тест, который вам не нужен. Есть более простые методики, там определение, по-моему, тетрованием вот этой метилмалоновой кислоты. Но опять же, нету соответствующего оборудования, соответствующих химикатов, реактивов для каждой лаборатории, чтобы они могли это определить. Поэтому, скорее всего, в вашей практике этого не будет. Поэтому метилмалоновая кислота под вопросом. В России под вопросом. Фалаты. Фалаты – это витамин В9. Дело в том, что не только В12, но и витамин В9 приводит, соответственно, к нарушениям синтеза ДНК. Поэтому мы можем померить еще и фалаты. Фалаты плазмы, фалаты эритроцитарные. Опять же, укомплектованы далеко не каждая лаборатория. Но сетевые крупные, да, есть. И, наконец, гомоцистеин. Это связано с витамином В9. Когда у нас витамина В9 не хватает, повышается гомоцистеин. Можно посмотреть еще лекцию отдельно по тромбофилиям. Дело в том, что гомоцистеин, он как раз приводит к тромбообразованию. Повышает способность тромбообразования. Поэтому, не очень хорошее вещество, буду так его назвать. Поэтому, значит, конечно, вы все это можете померить. Но в реальности, наверное, вот кобаламин В12, еще в какой-нибудь аутсорсинг, в какой-нибудь крупной лаборатории, вы можете найти все остальное под вопросом. Ну, гомоцистеин тоже можно найти. А все остальное под вопросом. Это мы все, значит, сейчас разговаривали про периферическую кровь, про костный мозг. Но на самом деле, когда к вам приходит пациент, диагностический поиск будет складываться совершенно не так. Вы первое, что сделаете, как стандартное исследование, это общий анализ крови, где вы обратите внимание на первое, ярко выраженная анемия, второе, анемия будет макроцитарная. И вот тут вы начинаете думать, а что же это такое? На самом деле, первой причиной, которая приводит к макроцитарной анемии, является алкоголь. Это одна из самых распространенных причин в мире. Поэтому нужно исключить это, а потом уже говорить о дефиците В12. Значит, если вы алкоголь исключили, если перед вами нормальный, адекватный, здравомыслящий человек, не злоупотребляющий алкоголем, тогда вы начинаете отсекать другие проблемы, в частности, мелодиспластический синдром, и вы заказываете мазок. Мазок вам позволяет дифференцировать хоть как-то от других заболеваний. Не забываем также, что тот же гипотириоз может тоже привести к увеличению вот этой макроцитарной анемии. Поэтому, если у пациента есть какие-то признаки гипотириоза, то, наверное, имеет смысл гормонотириоидные померить. Напомню, что в этом случае при гипотириозе ТТГ будет увеличено, Т3, Т4 будет снижено. Но это лучше в отдельной лекции смотреть, там более подробно это рассматривать. И вот, наконец, когда вы все отсекли, все другие диагнозы, и вы все-таки пришли к вопросу, что это, скорее всего, связано именно с дефицитом витаминов группы В, то тут вам, опять же, нужно задуматься, а дефицит каких гормонов, ой, не гормонов, а витаминов? В В9 или В12? И вот, как ни странно, но чаще все-таки развивается дефицит В9. Сейчас мы поймем, почему. Значит, витамин В9 на самом деле не редкость. То есть он находится во многих фруктах, овощах, зеленых, в этих салатах, в цитрусах, в бобовых. Казалось бы, не должно возникнуть проблем с его дефицитом, но тем не менее, при нашем питании, если особенно это пожилой человек, который просто уже не в состоянии все это сживать, у него вполне может развиться витамин, то есть дефицит витамина В9. Более того, этот витамин в нашем организме не запасается, поэтому всего лишь несколько месяцев, несколько недель достаточно для того, чтобы начались проблемы, которые будут выражаться именно вот в этой анемии, причем макроцитарной анемии. Копаем дальше. Значит, причины дефицита какие могут быть? Ну, во-первых, это диета. Но диета имеется в виду не в смысле, что человек на диете сидит, себя ограничивает, а просто посмотрите, если у вас пожилой человек со вставной челюстью, ну, о каких как бы фруктах, овощах, скорее всего, у него и протесты не держатся. То есть нужно все-таки внимательно с этим. Потом наоборот, если пациент упитанный, плотный и явно, что за питанием не следит, скорее всего, он питается фастфудом и опять же про зелень не вспоминает. Второй момент какой может быть? Ну, естественно, это нарушение всасывания. Это все пациенты со всеми различными видами мальабсорбции, то есть все проблемные с кишечником, в общем, и т.д. и т.п. Всех их нужно подозревать на дефицит витаминов группы В. Ну и, наконец, есть группа фармпрепаратов. Эти препараты, они очень подлые. Значит, если мы посмотрим метаболизм фолиевой кислоты, вот она здесь вот включается, собственно, здесь вы можете на схеме увидеть, почему развивается гомоцистеиномия. Потому что если не хватает витаминов группы В, то как бы заблокирован метаболизм метианина. Поэтому, значит, не метианин, а гомоцистеин, который в метианин должен превращаться. Значит, обращаем внимание вот сюда. Здесь должен быть такой фермент, как редуктаза. И вот есть фармпрепараты, которые его ингибируют. В частности, это метатрексат, триметаприм и барбитураты. Если у нас пациент находится на этих препаратах, то вполне возможно, что у него развивается вот эта анемия в результате действия этих препаратов. Теперь давайте сравним этот витамин с В12. А вот В12 содержится в продуктах животного происхождения. Естественно, это рыба, молоко, яйца. Вот это наиболее богатые этим витамином продукты. Поэтому, значит, если человек вегетарианец, первое, что у него может развиться, это действительно дефицит витамина В12. Но у этого витамина есть одна особенность. Он запасается в печени. То есть у нас в печени находится депо. И дефицит будет развиваться годы от начала такой вот диеты. Если животной пищи нет вообще в рационе человека, то там пройдет от 3 до 6 лет, прежде чем у этого человека мы обнаружим какую-то анемию, какие-то изменения. Но дело в том, что метаболизм и вообще усвоение витамина В12 очень сложное. Ему на своем пути приходится проходить очень много преград. И дело даже не в вегетарианцах. Кстати, если это именно вегетарианец, то есть не веганый вегетарианец, который пьет элементарно молоко и ест яйца, то ни о каком дефиците В12 речи быть не должно. Этот момент отсекает. Значит, здесь украденная из интернета схемка метаболизма В12. Она в учебниках описана. Но, если честно, я не знаю, зачем. Потому что я считаю, врачу это помнить не так уж важно. Важно помнить, что В12 необходим для ДНК, для деления ядер и для формирования миелина. Поэтому здесь как бы и написано, что кирпич для построения молекулы ДНК всех клеток крови, эпитериальных клеток ЖКТ, но на самом деле еще и для миелина. Сейчас мы об этом более подробно поговорим. И мы вообще поговорим о нелегкой судьбе витамина В12. Дело в том, что у него жутко много проблем, прежде чем он попадает к нам в кровь. Во-первых, это ограничение в диете. Допустим, человек вегетарианец. Хорошо. Отсекли вопрос диеты. Значит, ест он яйца, пьет он молоко, все с ним хорошо. Дальше. Кабаламин, он связан в норме с животным белком. И когда мы его, значит, проглатываем, то здесь клетки желудка должны сработать. То есть нам нужна кислота и нам нужен пепсин, чтобы этот кабаламин из этого животного белка вычленить. Дальше есть притальные клетки желудка, которые вырабатывают специальный, так называемый, R-протеин и очень важный внутренний фактор Касла. Почему он называется внутренний фактор Касла? Это открытие как раз вот этого заболевания витамина В12. То есть было установлено, что там Касл его открыл. Можно почитать, кому интересно. Значит, он установил, что для развития этого заболевания необходимо два как бы фактора. Первый – это дефицит внешнего фактора Касла. Внешний фактор Касла – это как раз этот В12 витамин, то есть вся животная пища. И второй момент – это некий внутренний фактор Касла, который, собственно, синтезируется клетками нашего желудка, париетальными клетками желудка. Далее, значит, нам нужно, чтобы у нас хорошо работала поджелудочная железа, потому что нам тоже нужно здесь отделить этот протеин, R-протеин, и присоединить вот этот как раз фактор Касла. Фактор Касла меняет каболамин в такую форму, он его превращает, в который этот каболамин может всосаться. Значит, что еще делает фактор Касла? Фактор Касла – это не только тележка и не только трансформатор этого каболамина, он еще связывается со специальными рецепторами на энтероцитах, причем происходит это все в подвздошной кишке. То есть весь тонкий кишечник нужно пройти этому несчастному каболамину до подвздошной кишки. И в подвздошной кишке фактор Касла связывается со специальным рецептором и передает каболамин уже внутрь энтероцита, где тот будет связываться со специальным транспортным белком. Здесь тоже ждет подвох. Значит, здесь этот транспортный белок должен уже отвезти куда-то в клетки и дальше в клетках уже под действием определенных ферментов произойдет изменение каболамина на те формы, в которых он будет работать в качестве коэнзимов к ферментам. И теперь давайте посмотрим. Значит, первая проблема – диета. Вторая проблема – наличие кислоты в желудке и пепсина. То есть если у нас есть проблемы с кислотностью желудка, то есть нет кислоты в желудке, пепсина нет, не знаю, была проведена операция на желудке, но эту часть обычно сохраняют, но тем не менее, допустим, нет кислоты. И уже каболамин, проблема ему, да, выделится из животного белка. Дальше, значит, если произведена какая-то резекция желудка или если есть заболевание, о котором мы сейчас поговорим, когда вырабатываются антитела к этим клеткам, паритальным клеткам желудка и не вырабатываются нужные факторы. Здесь поджидает нас проблема. Если есть проблема с поджелудочной железой, то этот каболамин, опять же, не будет отделяться от этих белков. Здесь поджидает нас проблема. Дальше, у нас есть конкуренция с некоторыми паразитами и с кишечной микрофлорой. Напомню, что, значит, этому каболамину нужно пройти весь тонкий кишечник. И на стыковке тонкого кишечника с толстым кишечником его опять ждет подвох. Значит, есть некоторые заболевания, например, когда участок кишечника не работает, то есть у него перистальтика нарушена, ну, как бы она незначительна, но тем не менее, как бы ленивый кишечник, и благодаря этому там разрастается микрофлора. То есть она даже из толстого кишечника переваливает вот в эту вот подвздошную кишку и начинает там прекрасно кушать этот... Есть определенные типы бактерий, которые будут есть этот каболамин. То есть они этот B12 едят сами, вам ничего не оставят. Есть паразиты, такие как черви, например, блист. Мы сейчас с ним познакомимся. Он вообще прекрасно пожирает B12. И живет он как раз в тонком кишечнике человека. Поэтому он с нами будет конкурировать за это B12, пока этот каболамин будет идти к подвздошной кишке, где мы его должны, по идее, всосать. Его там прекрасно, вот этот вот дефилоботрум ленатум, который еще называется широкий лентец по-русски, да, он его прекрасно всосет. И нам, опять же, ничего не оставит. Более того, значит, хорошо, даже если все вот эти препятствия прошли, то в конце нас может ждать та же маля абсорбция, неважно на фоне чего, то есть там какая-то инфекция, алкоголь. Вот, есть еще такой синдром Иммерс-Лун-Гресберг, о нем сейчас тоже поговорим. Вот, ну и уже сейчас не будем говорить, но есть генетические проблемы, когда есть проблема с транскаболамином, да, это транспортный белок вот этого каболамина, и есть проблема генетически с ферментами, которые должны этот каболамин превратить в коэнзин, да, то есть в рабочую форму. И, наконец, самое, почему-то в наших учебниках не пишут, но в иностранных учебниках это отмечено, это инактивация с закисью азота, то есть тогда, когда человеку производится анестезия, да, как раз этот Б-12 тоже инактивируется фактически, инактивируется депо на Б-12. И, в общем, сейчас вам кое-что покажу. Значит, вот эта вот красивая схема всей жизни, всех препятствий каболамина, взята из спадмеда. Вот эту статью можно почитать, открыть, очень доступно. И второй момент, что я рекомендую, это посмотреть сериал Доктор Хауса, третий сезон, 14 серию. Значит, там у пациентки как раз обнаружен будет вот этот вот широкий лентец, такой небольшой спойлер. Конечно, изучать медицину по сериалам – это фантастика, но, тем не менее, это позволяет запомнить некоторые яркие моменты, да, отложить их в памяти. Значит, у этой пациентки как раз будут проблемы, будет клиническая картина нехватки Б-12. Она будет выражаться в основном в проблемах с нервной системой. Сейчас мы тоже об этом поговорим. У нее будут всякие там парастезии, параличии и т.д. и т.п. И в конечном счете у нее обнаруживают вот этот вот дефилобойтерум ладу. И там есть такой момент, когда ей делают анестезию, ей становится хуже, то есть происходит инактивация Б-12 за кистью азота. Таким образом, посмотрев эту серию, вы сможете у себя в голове раз и навсегда отложить вот эти вот фантастические сцены с нехваткой Б-12. И в чем они могут выражаться. Потому что на самом деле дефицит Б-12 выражается не только в мегаловолазной анемии. Сейчас мы это проговорим. Значит, давайте вспомним, кто такой широкий лентец. Это, конечно, лучше отдельную лекцию по паразитологии смотреть, но просто напомню. Значит, это ленточный червь, который обитает в кишечнике, в тонком кишечнике человека. Это самый длинный паразит из всех глистов, которые мы знаем. Он достигает многих метров в длину. И заражаются им при поедании пресноводной рыбы в линии достаточной термической обработки. То есть наиболее яркий такой представитель это щука. Поели щучьих котлеток? Здравствуй, дефилоботерамунату. Далее. Мы сказали про синдром Вот здесь вот синдром Имерс-Лунд-Гресбек, снижение всасываемости П12. А что же это такое? Опять же, в наших учебниках этого не видела, а вот задачи экзаменационные международного уровня видела. Поэтому посвящаю. Значит, синдром Имерс-Лунд-Гресбек. Это такое аутосомно-рецессивное заболевание, при котором формируется генетический дефект рецепторов к внутреннему фактору КАСЛа. Смотрим, где это. То есть фактор КАСЛа есть, паритальные клетки есть, фактор КАСЛа есть. Вот здесь будет проблема. В рецепторе. Все, всасывание не произойдет. Точнее оно будет происходить, потому что какие-то клетки все-таки будут работать нормально. Но снижение всасывания будет значительное. И, естественно, будет развиваться мегалобластная анемия, но еще и протеинурия. Этот синдром диагностируют в раннем детстве. Почему? Потому что очень очевидно влияние, недостатка вот этого витамина B12 на нервную систему. У этих детей явные задержки развития, помимо других проблем с нервной системой. И на фоне все это еще мягкая протеинурия, протеинурия, так или иначе этот синдром подозревают. Значит, как ставят диагноз? Конечно, можно померить, ну, видно, да, ребенок с задержкой развития, протеинурия, мегалобластная анемия. Ага, поехали искать. Вот этот синдром иммерсунда-гресбека. Как его искать? Значит, померили B12 в крови, убедились, что дефицит B12 есть. Далее, ну, опять же, можно вот эти вот измерения метилмалоновой кислоты в крови и в моче. Это так делали авторы тех статей, которые я нашла на ПАВМЕДе. Но это, опять же, это зарубежные авторы. То есть, как бы, я не уверена, что у нас это можно сделать, что у нас это доступная методика. Можно провести генетическое обследование. Но вот эти авторы, они сказали так. Мы замерили B12, мы замерили метилмалоновую кислоту, мы провели тест Шиллинга. И так как пациент ответил на лечение B12, то мы генетическое исследование, которое дорогое, мы его даже не проводили, потому что синдром очевиден. Что такое тест Шиллинга? Еще одна неизвестная фамилия. Но давайте ее обязательно проговорим, потому что этот тест проговорим, потому что это важный тест на дефицит B12. Что определяет этот тест Шиллинга? Это как раз тест на нарушение всасываемости витамина B12. Значит, что делают? Берут радиоактивный B12, то есть B12, вот этот кабаламин, с меткой радиоактивной и дают пациенту его съесть. Он его ест. И пока этот B12 ползет по этому кишечнику, мы примерно через 1 час, через 6 часов, вот в этот интервал, даем обычный, то есть не меченный B12, но не пероз, не через рот, а парентерально. Зачем мы это делаем? Дело в том, что у этого пациента, если у него есть нарушение всасываемости B12, у него, естественно, есть и дефицит B12. Что произойдет, если мы ему дали вот этот витамин? Ну, просто-напросто его печь, и этот витамин накопит. Она скажет, «О, как хорошо!» То есть если нарушение всасываемости, допустим, нет у этого пациента, а просто у этого пациента дефицит B12, то вот этот радиоактивный B12 всосется и уйдет весь в депо. Значит, чтобы этого не произошло, мы это депо должны насытить. Поэтому мы даем ему ударную большую дозу B12 парентеральную, насытили депо. Все. Тот B12 с меткой, с радиоактивной, которая вот здесь вот у нас всосется, он всосется в кровь, но никуда не пойдет, ни в какие депо он не пойдет. Он начнет потихонечку выводиться с мочой. Мы будем собирать суточную мочу и померяем там вот этот вот радиоактивный B12. Мы его затем и мерили, затем меткой вот этот радиоактивный и отметили, чтобы потом в моче его замерить. Если за сутки, то есть в суточной моче, порядка 8-10% от введенной дозы выделилось, значит, как бы нарушение всасывности не произошло. Если же в моче его оказалось меньше, ну, значит, снижена действительно всасывность в кишечнике, и он просто весь прошел через кишечник, этот радиоактивный B12, и весь ушел, да? Но, есть еще какая проблема. Допустим, у пациента не нарушение, ну, как бы нарушение всасывности, но из-за того, что у него нету фактора КАСЛа. Это как раз пероницозная аниме, мы сейчас о ней поговорим. Значит, что мы делаем? Мы ему даем тот же, все тот же самый тест, повторяем, то есть это второй этап теста, ну, или второй вариант, если мы изначально подозреваем пероницозную аниме, мы ему даем все то же самое, но со свиным внутренним фактором КАСЛа, да? И радиоактивный кобальт. И дальше смотрим. Если по сравнению с первым тестом экскреции повысилась, то действительно проблема была в том, что этому пациенту, этого фактора КАСЛа внутреннего не хватало. Если же экскреция никак не изменилась, то проблема все-таки всасываемости. И мы говорим уже о нарушении всасывности, там по разным причинам может быть, да? Это может как сезиндром, так и просто другие проблемы всасывности в кишечнике, как они там, малиабсорбции, какие-нибудь изменения, ну, или просто там, если у пациента было хирургическое, извините, удаление кишечника, то, наверное, тест Шиллинга не имеет смысла проводить. Итак, в чем же будет проявляться дефицит B12? Мы все говорим, мегалобластная анимия, мегалобластная анимия, но на самом деле дефицит B12, он еще и в других вещах проявляется, так как именно B12, B9 к этому не имеет никакого отношения. Значит, внимание, здесь будет происходить поражение нервной системы. B12 участвует в формировании миелина, поэтому будет происходить демилинизация, как в ЦНС, так и в периферических нервах. Это будет чаще всего, почему здесь вот таким цветом выделено, поле нейропатии, всякие парастезии, нарушения чувствительности, потом уже как бы по нарастающей, это может быть и мышечная слабость, вплоть до деменции, галлюцинации, психозов, судорожных припадков, паралича нижних конечностей, ну а у детей это в принципе нарушение развития. Вот как раз в той серии доктора Хаус, сейчас опять же вспомним, там у девушки будет как раз нарушение чувствительности и вплоть до паралича нижних конечностей, все дойдет. Ну и насчет поражения кроветворной системы, здесь и Б9 принимает участие, то это и анемия, панцитопения, почему панцитопения? Потому что все клетки крови не могут нормально делиться, не могут нормально созревать. Гемолиз, естественно все проявления вот этой анемии, одышка, слабость и катеричность. Почему здесь, ну и расстройство ЖКТ, значит это потеря аппетита, отвращение к еде, атрофический гласит и гепаципленомегалии. Значит очень понравилась картинка в интернете нашла, потому что вот говорят гласит и как бы никогда не дифференцируют, какой гласит. Вот атрофический гласит, это такие вот как бы атрофии, чаще всего по периферии языка. Почему вот это вот не выделено красным цветом, а вот первое и второе пункты выделены, то есть поражение нервной системы и поражение кровиторной системы? Дело в том, что эти две системы будут находиться в конкурентных отношениях за витамин В12. А это означает, что если у пациента будет ярко выраженная анемия, у него скорее всего не будет ярко выраженных никаких нервных проблем. То есть проблем с нервами, как правило, у него нет. Ну максимум там простезии какие-то. А так вообще у него будет ярко выраженная анемия. И наоборот, у пациента с ярким поражением нервной системы, демилинизацией, припадками со всеми остальными, то есть вплоть до паралича, у него, как правило, анемия не ярко выражена. Это как раз опять о серии доктора Хауса, где пациентка в большей степени страдала нервными нарушениями, чтобы не возникало вопрос, почему не был поставлен диагноз. Потому что в общем анализе крови у нее в общем-то все не было так уж и плохо. Запомнили, да? Конкуренция нервной системы кроветворной. Это первое, что нас запомнит. И второе, что нужно запомнить, это то, что B12 отражается на нервной системе, а B9 нет. B9 только на кроветворной. Ну еще раз вспомним, как же мы будем оценивать дефицит B12 и B9. Первое, померить в сыворотке. Норма выписала из иностранных изданий, специальных экзаменов. Метилмалоновую кислоту в крови, в моче. Опять же, выписала из иностранного издания, потому что, мне кажется, в России не актуально. Фалаты меряемые, это B9. Фалаты в плазме, в эритроцитах. Гомоцистеин, как побочный эффект, который будет накапливаться в результате дефицита B12 и B9. В конечном счете, вы можете сделать мазок, посмотреть гиперсегментацию, остатки ядер, гиперсегментацию ядер нейтрофилов и остатки ядер в эритроцитах. Кроме того, вы должны обратить внимание на диету, на какие фармпрепараты принимает пациент, должны обратить внимание на кислотность желудочного сока. То есть, это вы копаете, почему же дефицит B12 у этого пациента. В конечном счете, нет ли у него антител к париетальным клеткам желудка и внутреннего фактора. Это перенциозная анемия, мы сейчас о ней поговорим. Ну и можете провести тест шиллинга на оценку всасыванности B12. Хорошо, установили диагноз, чем лечить будем. Но, естественно, без устранения основной причины дефицита вы пациента не вылечите. Поэтому устраняем сначала то, что лежит в основе и вводим либо внутримышечный гидроксикабаламин или же B12 пероз, но только тогда в высоких дозах. То есть, если вы через рот, особенно если там нарушение какой-нибудь всасыванности, маля абсорбция какая-нибудь, то, конечно, это будут огромные дозы. Поэтому все-таки, наверное, логичный внутримышечный. И всегда, независимо от того, какой дефицит B12, B9, неважно, если есть анемия, рекомендуется фолиевая кислота, потому что она расходуется довольно быстро, напомню, не запасается в организме. И при любом виде гемолиза, когда необходимо активное деление клеток, конечно, фолиевая кислота будет расходоваться в первую очередь. И в первую очередь мы всегда сталкиваемся с дефицитом фолиевой кислоты. Если мы узнали, что пациент принимает какие-то препараты, которые ингибируют редуктазу фолиевой кислоты, то приходится вводить активные формы 1 мг в 24 часа. Что будет являться критерием адекватного лечения? Значит, на 4-5 день в крови должны, в периферической крови должны повыситься ретикулациты. Ну и в принципе все показатели крови должны прийти в норму через 1,5 месяца. И теперь мы добрались до перенциозной анемии. Значит, что это такое, это перенциозная анемия? Это фактически вот та анемия, о которой мы сейчас говорили, но с определенным патогенезом, который лежит в ее основе. Это аутоиммунное заболевание, аутоиммунное заболевание, при котором вырабатываются антитела к париетальным клеткам желудка. Что делают париетальные клетки желудка? Они вырабатывают, собственно, вот эти вот там различные РПТИ, внутренний фактор, КАСЛА, да? Значит, у 90% больных перенциозной анемией обнаруживаются антитела к париетальным клеткам желудка. И примерно у 60% перенциозной анемии обнаруживаются антитела и к внутреннему фактору КАСЛА тоже. Значит, если антитела, то, соответственно, клетки не работают, фактор не работает, ничего не работает, отсутствие, значит, этого фактора КАСЛА, повреждение париетальных клеток, ахлоргидрия, и все это в итоге будет приводить к нарушению всасывания В12. Нарушение всасывания В12. И начинаем все сначала, читая всю эту анемию, которую мы только что пришли. То есть все те же признаки, вся та же история, просто конкретной патогенной свежит. Ну и, значит, кто же будет страдать в основном перенциозной анемией? Это люди порядка 60 лет. Когда мы должны ее подозревать, да? Когда мы должны тест на антитела брать? Но, к сожалению, есть и ювенильная форма. Это молодые люди от 10 до 20 лет действительно могут страдать перенциозной анемией. И ее подлость заключается в том, что у нее очень длительное скрытое течение. Я напомню, что В12 все-таки накапливается в организме. И тогда, когда антитела становится столько, что паритальные клетки уже не работают, внутреннего кастла нет, то еще должно пройти от 3 до 6 лет, прежде чем мы увидим клинические признаки какие-то. Как правило, ассоциируется с какими-то еще аутоиммунными заболеваниями. И, как ни странно, но особенно вот с гипотириозом аутоиммунным. Кроме того, эту перенциозную анемию мы всегда должны рассматривать как предраковое заболевание. То есть эти пациенты регулярно должны обследовать желудок и кишечник. Значит, в желудке очень часто, ну, как бы, либо рак желудка, потому что там и ахлоргидрия, оно, в принципе, рассматривается как предраковое. А кишечник этих больных склонен к образованию полипов. Как лечим? Ну, так как всасывания все равно не будет. Можно, конечно, назначать пероз, то есть через рот, в больших дозах. Но нужно понимать, что лечение такой больной будет получать всю свою оставшуюся жизнь. И на самом деле это очень дорого, вот так вот кормиться через рот. Поэтому иногда лучше парентерально вкалывать, то есть в обход всех этих путей. Продолжение следует... Продолжение следует...